Заглядываем в официальную группу ВКонтакте «Наше утро» на ОТВ. Как звучал вопрос, подвергались ли вы сексуальным домогательствам на работе? Хотим познакомить вас с данными, которые есть. Итак, 48% пишут, ну, отмечают от варианта, нет, я не подаю повод. Ну, действительно, согласись, это тоже может быть правильным. Важно, важно, ведь действительно не давать повод, да. Свой вариант в комментариях 23%, мы потом в комментариях обязательно тоже заглянем. Ну, на третьем тогда месте получается у нас «Я сама до всех домогаюсь», но это, видимо, кто-то решил пошутить. Или сам, да. Или сам, да. 10% ответили «Нет, а хотелось бы», ну, это тоже такая отчасти немножко шуточный вариант, да, вынужден терпеть и ради карьеры 0%, видимо, у нас никто не терпит. Ну, и давайте обратимся к комментариям. Алла пишет, для России не актуально, а иной раз участникам домогательств с обеих сторон приветствуются и провоцируются. Разве нет? Ну, конечно, тоже отчасти Алла права. Я отчасти Алла права, но мы для этого и поднимаем сегодня эту важную тему, для того, чтобы для России это было актуальным. Потому что с такой ситуацией на работе может столкнуться каждый, неважно в какой стране, гражданином какой страны является этот человек. Вот мы сегодня поговорим о том, какие должны быть действия, как законно поступать, если вы подвергаетесь сексуальным домогательствам на работе, и при этом вам не хочется потерять работу. И побеседуем мы с юристом Анатолием Кулаковым. Он с нами на связи. Анатолий Анатольевич, доброе утро. Как слышно? Доброе утро. Все хорошо. Хорошо вас слышу. Анатолий Анатольевич, вот скажите, как часто встречаются такие случаи в юридической практике? Или многие все-таки как-то умалчивают, оставляют это просто в себе, своей проблемой и так далее? Большинство пострадавших, они умалчивают это, либо оставляют это на уровне семьи, потому что присутствует определенный стыд. И такие обращения, они действительно носят редкий характер, когда уже ситуация достигла невыносимого характера. Скажите, что нужно делать жертве в том случае, если человек обнаружил себя на месте жертвы? Как в первую очередь, куда в первую очередь идти? Все-таки рассказать семье, и семья может направить человека по юридическому пути решения этой проблемы? Или может быть замечание сделать домогателю? Вот что сделать в первую очередь? Давайте начнем с того, что не всегда нужно идти юридическим путем. Может быть, стоит прежде всего поговорить с человеком, который высказывает вам непристойные предложения, либо жесты. Возможно, это связано с его низким уровнем культуры или развития. То есть здесь нужно прежде всего начать с разговора. Исходя из практики, я хотел бы предостеречь, решать эту проблему методом насилия, потому что из пострадавших вы можете стать, наоборот, лицом, привлекаемым к ответственности. Ну и к кому обращаться? Прежде всего нужно собрать доказательства того, что непристойное поведение, склонение к действиям сексуального характера имело место. Для этого вы можете либо аудиозапись, либо видеозапись происходящего самостоятельно произвести, как гласно, так и негласно, для лица, который к вам пристает, и в дальнейшем это использовать. Почему это важно? Потому что если вы придете с голословными обвинениями, на вас могут обратиться с иском о клевете. А свидетель? Если есть свидетель, но нет аудиозаписи или видео. Свидетель не менее ценен, чем аудио или видеозапись. Но, как правило, это происходит все без свидетелей. Ну вот скажите, пожалуйста, вот допустим, ладно, если подчиненный и подчиненный, да? Ну а если вот все-таки вот этот вот конфликт и домогательство возгорается на почве, там не на почве, а начальник, работодатель, да? И подчиненный. И подчиненный. Нет никаких видеозаписей, нет никаких голосовых записей. И перед тобой просто ставят вопрос ребром. Либо ты любишь меня от души, либо ты уходишь с работы. Вот как в этой ситуации быть тогда? Ну, данная ситуация, она уже подпадает под регулирование уголовного законодательства Российской Федерации. У нас есть статья «Расклонение к действиям сексуального характера». И здесь уже стоит обращаться в правоохранительные органы, в частности, в органы Следственного комитета, которые помогут вам собрать доказательственную базу и привлечь... То есть помогут? Доказательства помогут собрать, правильно? Да. Я думаю, они в этом предусматривают. А что предусматривает закон за это? Какое наказание? Закон предусматривает наказание вплоть до лишения свободы. Но многое зависит от того, достигли лицо, склоняющее к действиям сексуального характера своего результата, или все окончилось лишь склонением. Предложение. Ну, стало, наверное, гораздо прозрачнее теперь эта тема, и для наших телезрителей в том числе, и для нас в том числе. Анатолий Анатольевич, спасибо вам большое за то, что побеседовали с нами и ответили на наши вопросы. Напомним, с нами на связь был адвокат, член президиума коллегии адвокатов Южноуральский адвокатский центр Анатолий Кулаков. Спасибо вам большое. Ну что ж, теперь мы узнали, что в этой непростой ситуации делать, куда обращаться, и в первую очередь давайте не будем забывать о том, что нужны все-таки какие-то доказательства. Если они у вас будут, вам будет проще доказать вино. И поднимаем мы подобные темы в нашем утреннем эфире, не просто так, все-таки в России не принято говорить на подобные темы вслух, и, наверное, все-таки зря, потому что мы стараемся привлечь ваше внимание к подобным темам, потому что в такой ситуации может оказаться каждый из нас. Не забывайте об этом.